итак мы продолжаем не влафера еще не вводил но потом уже после стрима и вот опять же у меня круги огромные огромные вопросы касательно именно повествование версии 10 именно на релизе и у меня пока вообще 0 хоть каких-либо вопросов в к повествованию было 11 пока вопросов вообще 0 пока все хорошо тебе познакомили с прекрасной женщиной познакомились так подождите губинец ветряные колокольчики разбросаны по всей горе не могут быть собраны обычными атаками или дальними атаками они кажется представляет большой интересный некоторых людей и вещь cool и ребят это аля вот эти штуки чем колокольчики это аналоги я так понимаю реликвии вот этих анонса ну да типа около в да это тоже около мы просто понимаете это шам в геншине мы привыкли к чему новый регион новое около а это ведь ну не новый регион и близко ждите а о чем подсветился то ладно странности а понятно почему он подсветился потому что тварь неведомая вылетла на вот он и подсветился я додумал это мне бесплатный подарок дождемся тут куда мой т.д. пуп 100 ушел алло ладно а понятно почему сундук подсветился потому что мне здесь хотели сломать лицо ровер да 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 стрим пози смотрел как он мне он превзошел полностью мои ожидания на причем очень сильно превзошел вот один только трек чего стоит это прям все я просто на начале стрима я уже выпал ну типа жду игру еще больше и слава богу что до нее осталось не пару лет а 5 дней а вот само собой играть буду закона ну типа я не хочу жить каким-то челом в одном доме я хочу жить все строй вот это по-моему правильнее да 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 там было очень мало в одну смысле очень мало воды там вообще воды не было мне еще очень запомнилась реклама кофейни она была прям у монстр разрушен спасибо кэт ладно будем называть ее к этому они капом так даже лучше по моему блин уже вроде вечер а становится только жарче и душнее это просто ужас так это что судя по дизайну и сложным деталям это должно быть творение кого-то там вот что они называют хроносортировщиком кого перематывать время это им а это им имитирует силу хранителя которая способна обратить 5 мелкомасштабные события и восстановить объекты в их прежнее состояние а я раздумаю над тем чтобы пойти вылить на себя холодной воды я тоже но я понимаю что я потом пропаду на пару месяцев мой наставник однажды рассказывал мне о них их без бесстрашном стремлении разгадать тайны магистрата рискуя всем в своем желании понять странный ход времени их преданность принесла плоды виде увлекательных изобретений ну таких как вот этот хроносортировщик но чуть не сходится от чего почему это блестящее изобретение не распространилась за пределы небесные горы этот хроносортировщик был построен за барьером так что его создатели должно быть уже заплатил цену за вход но даже если они умерли есть бесчисленное множество других членов этой организации которые могли бы это воспроизвести как же такие передовые технологии могли быть утеряны на демон у меня тоже абсолютно также жарко или эти хроносортировщики прекращают функционировать если их убрать если их забрать с небесной горы так ладно что нам делать то этот хроносортировщик а хоть и выглядит потрепанным ну вроде как но он это как бы не заброшен кто-то тщательно за ним ухаживал как будто все это время кого-то здесь ждали почему связь между гагаеби мне напоминает наруто с курумой ну блин тот и лист хотя бы не был таким прожорливым давай попробуем такое ощущение что нас серьезно ждали а вот именно гг как будто кто-то ждал используйте охрона на распределитель чтобы изменить течение времени на небольшой территории что приведет к изменению состояния некоторых предметов на этой территории а ага вон она как это мы сейчас можем а ну работает у нас уже две недели сильные дожди а вот со вторника у нас тоже должны начаться система как в том квесте в разломе не напоминай даже не говорит страшное слово разлом и этот квест у меня травма у меня без шуток травмам после этого один квест сломал мне просто все кстати могу я сделать вот так а могу так то могу и это сделал прикиньте лицо моего просто я жгут гоблин немножко а вот и мое лицо сейчас когда я все это ви а я почему-то думал что локации это вот она а ну да вот она в принципе он а понятненько на разве они не беспокоились о потере продолжительности жизни для этих фанатиков ничего не было важнее истины жить каждое мгновение с непреодолимой страстью сколько людей могут похвастаться такой настойчивой энергии и не непоколебимой решимостью они во что бы то ни стало хотели разгадать тайну управления временем я напоминаю что мы где-то на заснеженной локации красивая мы добираемся куда-то к снегам и почему кролики убегают даже мясо блин сколько же здесь сундуков по-хорошему бы посидеть потом все дело полутать так это же подождите тара это да ведь не первая ачивка у нас их две руки собрали руки рона штуку тоже собрали это процедус да ладно вот это открытие подождите от количества стаков меняется внешность у наставницы магистрата чего они расставили ловушки вокруг берега они должны быть предвидели твой приход понятно понятно это мы тогда забираем еще большим усердием дайте хоть одного короля спасибо штуки какие-то охота запечатан то вы заметили он он говорит просто без умолку это не должно так быть к такому мы не привыкли это слишком нейро вероят мы крутим это мы забираем сто процентов это напомнило мне с повязкой и момент землю когда у нее повязка пропадает это фотонный барьер еще одно изобретение двора савантая о как он называется для снятия барьера необходимо выполнить конкретные шаги тору на я тебя проведу у меня в баннер свой проведи еще 20 хвостом дней а а я могу не стрелять он могу слушать ну и славно так как только мы пройдем эту пещеру мы небесной горе к ее подножью и приблизимся мы пройдем уже так вот там уже должны начаться снега и все вот это вот на то что мы любим кубочках нет после драконьего хребта так здесь у нас новые камни ок но новая руда как то она просто спасла зайца вон тот олень который был блин да это было на этом самом месте олень flash эта штука не может причинить мне вред а вот ей может дам епать это эффект той странной временной аномалии о которой ты говорила да но это красиво время на небесной горе текло медленнее чем во внешнем мире посетители были в безопасности пока оставались внутри барьера это прям красиво но то что мы сейчас видим отличается поток времени вышел из-под контроля это то что мы называем временной аномалией того что когда-то было медленным и стабильным стало хаотичным и бурным некоторые области застыли во времени в то время как другие ускоряются или замедляются непредсказуемо вот это звучит типа прикольно типа в этом времени ну в этом месте время застыло то есть а где-то оно должно быть наоборот ускорено никто не знает насколько они постареют после того как покинуть небесную гору но старение от юности до старости может быть благословением по сравнению с неизвестной судьбой которая их ожидает любой смертный покинув небесную гору может превратиться в прах за мгновенья такова сила времени внутри ее стен нере есть такое дело это несчастные существа заточенные в темпоральном разрыве самые жалкие из всех их тела и разума были разорваны хаосом времени оставив их в невообразимых страданиях короче вот эти штуки короче вы поняли и так похоже что фрактидус все-таки сумел захватить нашего хранителя что привело к временным искажениям с которыми мы сейчас сталкиваемся короче вот эти существа которые под это дело попали их просто сила времени разум и тело они просто разорваны и она даже видно по аурия звучит знаете неприятненько так сейчас я мне нужно срочно выпить воды и так и и и и и и и Да, Нэри, получается все именно так. Я надеялась, что мои теории окажутся неверными. Как и ожидалось, мой терминал не работает. Мы не можем связаться с Джинши. Временная аномалия мешает его работе. Кстати, Джинши. Мы не можем терять ни минуты. Ее судьба не единственная на кону. Все жители горы в опасности. Логично. Нам нужно поспешить в Кунджейн, городок, расположенный в сердце Небесной горы. Адзиньси, вероятно, пройдет через него в поисках хранителя. Как же здесь красиво. Да, и это был видосий... Ну, как бы это была не катсцена, это вот она, эта гора. А вот этот олененок. Олень ледяного ужаса пойманный во временном разрыве. А снаружи он выглядит неподвижным и спокойным. Внутри его разрыв... Он заморожен в мгновение перед наступлением катастрофы. Внутри его разрывают хаотические силы времени. Пу-пу-пу... Позитивность творится, однако. И здесь, смотрите, да здесь все, и зайчики, прям все-все, просто замерзло. Тут, как бы, и сказать-то, пожалуй, нечего. Место охренеть, какое красивое, но... Чё-то судьба этого места, ну такая... Временные аномарии не пощадили ничего на нашем пути сюда. Дженри... А, Дженри, значит ли это, что до сих пор ничего не кажется необычным? Похоже, охранитель контролировал ситуацию, прежде чем полностью попал в ловушку. Но я не знаю, как долго родиться эта стабильность. Тору, если я... Короче, если со мной это случится, не беспокойся обо мне. Да, тебе нужно сфокусироваться только на том, что ты должен сделать. Короче, в этом диалоге нам сказали, что... Тору плевать на это дерьмо. Ну, со временем. Но наставницы магистрата нет. Но она пока чувствует себя нормально, из чего сделала вывод, что пока все вроде ок. А потом просто сказала, что если она вдруг замерзнет так же, как и этот олень, что он не должен о ней беспокоиться. Понятненько. Ну, блин. Ребят, у нас есть ЭБИ. Если что, если вот прям прижмет... Хотя до него еще дозвониться нужно. Да, ЭБИ-то еще нужно дозвониться. Там... Воробушек. Ну, здесь просто в один момент жизнь полностью замерла. В один момент и похоже навсегда. Но только, конечно, если мы не спасем хранителя и не спасем всех существ и людей. А спасение существовало сейчас, если что. Говорит человек, который пускает их на мясо. Но это другое. Если что. Там на мясо, это на мясо. Тут же. Сами понимаете. Ситуация немножко другая. Городок тоже все, ребят. Города тоже. А в чем дело Торо? Да нет, города. Мне снилось это место. Тебе приснился Инджейн? Звучит так, будто тебе и правда это место снилось. Мне здесь прям охренеть, как красиво. И да, мне приснилось, что хранитель защищал здесь людей. То, что ты только что описал, тесно соответствует записям, которые задокументированы в нашей великой библиотеке. Да я ж говорю, не сон это был. Более века назад, огромные полчища дискорда вторглись в Хуан Лонг. Ухун Джен сильно пострадал во время того нашествия. Вот. А потом окажется, что вообще этот дракон, хранитель, это жена Торо. Вот. К счастью, хранитель спустился, управляя временем, чтобы воздвигнуть защитный барьер, удерживающий этих монстров вдали. Торо, возможно, этот сон больше, чем просто сон. У нее румянец есть? Так она с кем разговаривает? Она с великим героем общается. Конечно, она краснеет, когда с ним говорит. Не-не, это все верно. Это он. Это может быть взгляд в твое собственное прошлое и путеводный свет для будущего. Сколько же ГГ лет в итоге тогда получается? Блин, Боренька, ты ли это? Да, это Флакцидус. Это Боренька. Мы его знаем. Кунджей является ключевой точкой, связывающей различные части Небесной горы. Теперь, когда Флакцидус нацелен на нас, они воспользуются любой возможностью, чтобы... перехватить нас. Угу, и здесь они уже устроили ловушку. Но у каждой ловушки есть свои слабые места. А это чё? Кто-то использовал способность резонанса здесь. Но она ощущается иначе, чем... Агрессия Флакцидуса. Это магистрат. И кажется, она использовала это в сложной ситуации. Может ли это быть связано с жителями города? Следы ведут глубже. Ок. Давай... Пойдём дальше. Не теряй бдительности. Ок. Ок. Житель, застывший во времени из-за временной аномалии. Судьба отвернулась от этого несчастного. Да, судьба отвернулась от всех этих несчастных. А, то есть... А-а-а-а... Короче, да. То есть вот эти твари замешаны в этом на тысячу процентов. Потому что эта временная аномалия произошла из-за того, что страж потерял контроль над своей силой. Хранитель. Почему он потерял? Потому что Флакцидус на него как бы напали. Вот. Но мы здесь видим вот этих ребят. Что значит, как бы они тоже пострадали во время этой операции. Ну, точнее, получается, что операция это была именно в тот момент, когда вот они были здесь. Теперь они навсегда заморожены. Да-да-да. Кажется, они проникли на гору до катастрофы. Да. Потому что именно они эту катастрофу и... Следы обрываются. Они эту катастрофу и... Спровоцировали. Давайте обыщем местность. Не, вы просто на это посмотрите. Великюра, привет. Вот. Но. Это типа чё? По-моему, такой хренью не занимались даже Маги Бездны, Хиличурлы и прочее в Геншине. Ну вот, вот это что? Да. кто-то сражался здесь против этих флакцидусов должно быть это дженте и если ее следы привели в это место чрезмерное использование ее резонансные способности только ухудшит ее состояние новая лука такая умиротворенная да не то слово но у нее должна быть причина должна была быть причина помогала ли она жителям найти убежища чинги здесь есть следы они указывают на север пойдем в том направлении давай ровер удачка ну из того что мы видим жители в этом городе жили ну просто самой самой обычной жизни до определенного момента упасю да ладно да почему он откуда а когда она условить а потому что мне рейнджа не хватило ником блин я не знаю это жопка она как бы саду да но я ее так не воспринимаю вот кстати наставница она как и вот или она тоже считается насколько я понимаю саду да а а что как бы ну а вы бы понимали как я сейчас кнопки нажал девочки не то нажимать хотел ну-ка ладно два сигны еще бы она не дамажила ну так не с ними не ну не суть ты не можешь саппорта так собрать чтобы он прям ты не можешь аниме и собрать условно так чтобы она раздавала а ладно чтобы она раздавала как мы им да да ну в геншине это тоже так не работает на вот конец опорта не как бы да ну хорошо кто у нас и собдадам где наши собдады в геншине хасере а на вскидку мне просто лень думать но они штамм есть хорошо у нас сады хорошо леса леса давайте возьмем лесу вот да алиса или райдан ну блин они-то конечно могут разваливать ну но не вот так же а не 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 подождите тут забавная хрень на самом деле смотреть чем я покажу тут еще персонаж сам им лень она немножко сама по себе уникально смотреть почему так давайте мы а вот возьмем вере ну да что вере на такое вот просто смотрим поддержка целитель с координированная атака увеличение урона ну окей похилила бафнула все такое кольчара ты кто главный dd урон высвобождение резонанса хорошо кто такой анкор это главный dd урон от обычной атаки ну гг просто главный dd поддержка исцеление все такое чем инка отличается от этих персонажей она бёрз дд урон навыка резонанса координированная атака увеличение урона электро увеличение урона высвобождение резонанса у нее короче до 5 специализаций по сути ну типа 5 пунктов которые с которыми она справляется по сути она может многое ну кроме пожалуй сидит следы исчезают у пруда нам нужно следить за любыми необычными штуковинами тупо два каких-то ладно такой пруды я бы тоже себе воткнул это ваза на каменном столе она ивента не нет ну так то да но все же так нет подожди подожди мы вот прям мы вот прямо здесь прямо вот здесь мы твою теорию просто разобьем на корню прям мгновенно моментально и полностью смотри разбиваем твою теорию магистрат девушка за которой мы на эту гору собственно и пошли вот мы ее пошли сюда спасать это вот сейчас ивент лего и что мы увидим когда мы так как там она это на геймпаде то сделать ладно я могу это сделать на клава мыши пу-пу главный dd урон навык резонанса это все что может это лего а так что нере твоя теория здесь не работает простым день какая-то оказалась мега универсальная прям мега универсальная прям очень универсальная как отсюда до ну или не просто может быть прям всем так ладно мы не докопались до вас а ваза если это какая-то загадка и как те магистр прикольно и я бы ее крутил геймплей на она прикольная прикольная я бы ее крутил если бы а если бы не следующий баннер я бы ее обязательно крутил она мне по визуалу не очень заходят он еще один барьер то есть а здесь все же мы не обойдемся без смены отряда ладно ну ладно ой чеся первого уровня ты же моя спасительница чтобы я без тебя просто делал мне вот просто есть чеся первого уровня просто чтобы было вот на такие случаи да даже смотрите вот у меня инвин скальчара играют и позитивно а ведь наставница то должна позитивно по сути играться с анкор которая считается но мейн кэри вы двое стоять подожди это кто леди синие расслабься они наши почетные гости нет причин напрягаться знаете судя по мешками ски по мешкам под глазами у этой беде ты чуть далеко не убирая на томсти нужно выше дни души я бы конечно сказал что это царица снежной вот блин я так ненавижу когда обязательно вот прям обязательно в пати должен быть либо лучник там либо стрелок за один день мы поприветствовали как магистрата тянчжоу так и ее доверенного советника я могу только предположить что случилось нечто значительное прошло много времени чем где я слышала что ты ушла с должности и переехала в деревню и вот мы снова встречаемся после стольких лет таких печальных обстоятельствах а много лет я жила в уединении больше не заботясь о делах за пределами унжения ну во льду бабушка хорошо сохранилась да блин при этом размытием которое вот на заднем фоне она прям выглядит очень все классно она прям настолько сочетается и настолько гармонично но нынешняя ситуация вон тянчжоу нестабильно она воссоединила нас в непредсказуемый момент вас молодой господин как мне вас называть просто что сподвигло чат g5 перевести какой-то вариант диалога как брить марсоход это потому что марсоходы это ровер а до впервые это вижу просто тору или марсоход до выбор прям меня зовут синие приятно познакомиться знаете если бы вот это беде на вышло играбельный я бы ее да что ж крутил пожалуйста следуйте за мной здесь небезопасно разговаривать вот она бы как раз подошла а есть привет она бы пошла на роль какого-то вот она была бы с обдадем каким-то саппортом а вот это прям она прямо на она и утопотела так ребят ладно в любом случае нам пора сделать небольшой перерыв а она новую версию вовы можно сказать русик вышла вышла но там нужно в тг до обновить там прям новая новая версия вышла и она уже не как отдельный файл она уже идет как инсталлятор вот так ладно ребят буквально пять минут и продолжим